Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Премьер-министр, давайте перейдем сразу к главному. Вы принадлежите к лидерам, выступающим за большее военное присутствие на ваших границах. Вы боитесь, что вы будете следующими, если Путин достигнет успеха на Украине? Правильным вопросом было бы, будет ли НАТО следующий, когда Путин достигнет успеха на Украине. Мы состоим в НАТО, у которой есть статья 5. Она гласит, что нападение на одного – это нападение на всех. Это значит, что если на нас напали, то нападают и на США, или Францию, или Германию. Я думаю, что это слишком большой замах даже для России, поэтому мы не боимся, но готовимся. НОТО уже проводит политику сдерживания, но сейчас нужен и оборонительный план, чтобы понять, как мы будем обороняться, если понадобится. Реален ли риск распространения конфликта на Украине, на Европу? Конечно, мы пытаемся всеми возможными способами, которые у нас есть, помочь Украине защищать и оборонять свою страну. Наша задача – остановить эту войну, сделать все, чтобы она остановилась и больше не продолжалась. Конечно, никто из нас не может заглядывать в будущее, какое решение будет правильным, а какое нет. Но мы стараемся остановить войну на Украине и не допустить ее распространения. Вы уже заявляли в Европарламенте, что моральный долг ЕС – принять Украину в свой состав. Почему? Как статус кандидата в ЕС поможет Украине в разгар войны? Я сказала, что мы должны дать Украине перспективу. Нам нужно дать Украине надежду. Они в буквальном смысле сражаются за Европу. Поэтому мы должны предоставить им ощутимый путь к тому, чтобы войти в европейскую семью. Об этом и идет дискуссия. Конечно, это не произойдет за один день. Будут разные этапы. Мы их прошли, поэтому знаем о них на собственном опыте. Но я думаю, что Европа заинтересована в более процветающей, более стабильной и правовой Украине. Но не все ваши коллеги настроены на такое расширение сейчас. Не лучше ли это ясно сказать украинцам вместо пустых обещаний? Мы должны давать не пустые обещания, конечно, а конкретные этапы, чтобы дать надежду украинцам. Потому что надежда дает силу. Поэтому я считаю, наш моральный долг – дать такую надежду. Это самое малое, что мы можем сделать. Мы видим, что ЕС в ходе этого кризиса вводит беспрецедентные санкции против России и объединяется с союзниками. Но какие дальнейшие меры можно еще принять? Что имеется в запасе? Это правда, что Европейский Союз был един и действовал быстро при введении санкций. Раньше ЕС не отличался оперативностью. Поэтому я полагаю, что мы удивили Путина. Мы удивили мир и самих себя тем, что оказались такими сильными и скорыми по этому вопросу. Сейчас мы приняли уже четвертый пакет санкций с 2014 года. И, конечно, мы изучаем дополнительные способы оказания давления на военную машину Путина и лишение ее финансов, чтобы он не мог продолжать эту войну. Санкции наносят ущерб, но нам нужно набраться стратегического терпения для того, чтобы санкции достигли своего эффекта. А какую цену граждане ЕС должны за это заплатить? Что бы вы им сказали? Ну, можно сказать, что газ подорожает, но свобода бесценна. Я происхожу из страны, в которой не было свободы. Я родилась в СССР. Я знаю, что это значит. Говорят, что цену свободы понимаешь, когда у тебя ее отнимают. Поэтому это тяжело объяснить тем странам и народам, которые этого не испытывали. Но, конечно, будет тяжело. И нужно честно сказать нашим гражданам, что впереди предстоят тяжелые времена. До сих пор мы обсуждали в Европейском Союзе меры против военной машины Путина, которые бы не затронули сильно людей, потому что нам нужна их поддержка. Если люди не смогут выдержать санкции, их трудно будет сохранить. Премьер-министр, вызывает ли этот конфликт напряжение в вашей стране, учитывая, что в ней есть русскоговорящее меньшинство, которое много лет жалуется на дискриминацию? Эти жалобы не так слышны в последнее время. У нас 300 тысяч русскоговорящих, но это не однородная группа. Большинство из них граждане Эстонии, и они чувствуют сейчас эмоциональную связь с Эстонией. Из-за войны у нас есть также украинское меньшинство. Мы наблюдаем напряжение между этими двумя группами. Мы говорим о войне Путина и Кремля, а не русскоговорящих. Мы не можем поставить знак равенства между Путиным и русским народом. Мы должны их разделять. Проминестра, спасибо за эту интервью. Спасибо.